Зрителей, пришедших в театр, безусловно, манит не только игра актеров и сам спектакль, но и за кулисье. Оно и понятно, всем хочется украдкой, хоть одним глазком взглянуть на то, что происходит там, по ту сторону сцены. В этом смысле команде профсоюзных лидеров Нижнекамск-Нефтехима повезло. Накануне у них была уникальная возможность побывать вместе с говорящим названием «Босс». Если быть точнее, биологические очистные сооружения. Масштабный, грандиозный проект Нижнекамск-Нефтехима. О том, что это такое, правкомовцы, конечно, знают. Но вот так, своими ногами пройтись по всем объектам и не понаслышке, а собственными глазами увидеть каждый этап очистки. Для них это впервые. Как и полагается, старт экскурсии начался со знакомства с технологией очистки сточных вод, которая применяется на предприятии. Для нефтехимиков реконструкция «Босс» стала одним из самых важных мероприятий в сфере охраны окружающей среды. Первый этап осуществлен в 2016 году. Заново построили и оборудовали весь узел механической очистки хоз бытовых стоков. Комплекс герметичен и оснащен самым современным оборудованием. Это значит, что запахи, которые раньше уходили в атмосферу, теперь собираются и нейтрализуются. В 2018 году продолжались работы, начатые ранее, по второму этапу реконструкции «Босс», который связан с модернизацией узла механической очистки химозагрязненных стоков. Произведен монтаж ливневых коммуникаций с насосной станцией, проложены сети подземных коммуникаций, смонтирован бассейн сбора полимерной крошки. Произведен монтаж газоочистных установок, биореакторов для очистки выделяющихся веществ. Реализация второго этапа реконструкции позволила предотвратить выделение запахов в атмосферу и повысила качество очистки стоков. Также в 2018 году компания приступила к работам, связанным с прокладкой нового коллектора водоотведения промливневых стоков общей протяженностью 15 километров. Здесь установлена видеопанель, на которой отображается аналитический мониторинг стоков в режиме реального времени. В 2019 году завершился второй этап. Для улучшения качества очистки химозагрязненных стоков и загрязненного воздуха на узле механической очистки внедрен метод биофильтрации с эффективностью очистки до 98%. Общая стоимость реконструкции БОС, включая строительство нового коллектора, составила более 3 миллиардов рублей. Многим интересны наши достигнутые достижения, так сказать. Опыт, который наработали на новом оборудовании, много вопросов задают, интересно. Мы стараемся встретить, проводить и ответить на все интересующие вопросы. Сначала делегация посетила химическую лабораторию БОС, где в рамках второго этапа была проведена реконструкция с оснащением современного оборудования. Здесь с помощью микроорганизмов происходит очищение стоков от вредных примесей. Круглосуточно лаборанты контролируют качество поступающих на БОС сточных вод, проводят свыше 60 анализов и отбирают более 20 проб активного ила. Круглосуточно, согласно плану контроля, определенная частота контроля именно для каждой точки своя. Гостей провели по территории БОС и в подробностях рассказали о каждом этапе очистки стоков. Делегация посетила приемную камеру, здание решеток, бассейн сбора полимерной крошки, блок удаления летучих углеводородов и блок газоочистки. Применение аэротенков закрытого типа позволяет отдувать и улавливать выделяющиеся в процессе очистки неприятные химические запахи. Все легколетучие ароматические углеводороды, они отдуваются, то, что химически не связано с водой, отдуваются и через систему воздуховодов, вытягивающих вентиляторов, подается на биофильтры. Делегация высоко оценила современные технологические решения Нижнекамск-Нефтехима. Вот, например, биофильтры и флотаторы. Их эффективная работа благотворно сказывается на процессе очистки стоков. И то, что потом получается после очистки, никаких практически химических элементов не очищается. Гордость берет за наш объект, который действительно содержит весь город и производственные предприятия, которые перерабатывают эти стоки и отходы. Нас очень гостеприимно встретили в управлении водоканала и очистке источный хвост. Сам директор, Боярдин Сергей Владимирович, и проводит индивидуальную экскурсию. Поэтому все тонкости про микроорганизм, про воздух, углерод, все это интересно и уникально. Спасибо нашему руководству, что организовали такое мероприятие, такую экскурсию. Было очень познавательно, очень интересно.